Выберите верный порядок мышечных слоев в теле дождевого червя, начиная с наружного. Продольные, диагональные, кольцевые. Кольцевые, продольные, диагональные. Кольцевые, продольные или продольные кольцевые. Перед нами вопрос про червя, в нашем случае про дождевого червя. Давайте вспоминать, что дождевые черви, черви, это у нас черви кольчатые, эволюционные, развились, произошли от, можно так сказать, плоских, от круглых червей. Отличительная особенность у них в том, что у них тело разделено на такие, можно сказать, секции или кольца. И поэтому, если вдруг случается так, что во время, например, копания земли мы отрезаем небольшую часть от тела нашего, большая часть его тела, например, отсекается при копании земли. Очень часто вы именно это можете видеть. Вы копаете, у вас выходят два червя вместо одного, две половинки. Итак, живут у нас дождевые или кольчатые черви в земле и очень эластично, хорошо передвигаются в земле такими волнообразными движениями, пропуская через себя субстрат. Ну и, соответственно, для того, чтобы ему прекрасно двигаться, нам нужно несколько видов мышечных слоев в теле червя. Вот здесь вы можете увидеть картиночку. Здесь у нас пишут, да, написано, что у нас есть поперечные и продольные мышцы. Но у нас не спрашивают про поперечные, у нас спрашивают про кольцевые. Это, ну, как бы одно и то же название мышц, которые у нас идут кольцом вокруг тела нашего червя. Соответственно, правильный ответ у нас будет как раз-таки В. Сначала у нас идут поперечные мышцы или кольцевые, а потом уже продольные, что позволяет нашему червю эластично, можно так сказать, передвигаться, плавно растягивая и сжимая эти мышцы, проталкивая через себя субстрат, который он, собственно, прогоняет через свой кишечник и переваривает частично. Если помните, чем у нас питается наш червь, это вот полуразложившейся растительной тканью. Далее. В прошлый раз у нас подобный вопрос был. В данном случае это у нас вопрос девятого класса. В прошлый раз у нас был вопрос десятого класса про ротовой аппарат. Укажите тип ротового аппарата данного насекомого. Грызущий, сосущий, лижущий, колющий, сосущий. Перед нами находится муха. Мы ее можем увидеть. У нее даже ротовой аппарат виден. Видно, что она как бы, посмотрите, своим ртовым аппаратом какую-то поверхность обрабатывает, ища питательные какие-то элементы, которые она потом будет поедать. Значит, если вы помните, в прошлый раз у нас была прекрасная картиночка, на которой у нас были нарисованы виды ротовых аппаратов. Вот посмотрите, в большинстве книг, в большинстве учебников, но не во всех, конечно, да, у нас представлено, что у нас существует грызущий, грызущий-лижущий, колющий-сосущий, фильтрующий и сосущий. То есть, смотрите, у нас иногда ротовой аппарат мухи называют фильтрующим. Но также в других источниках этот ротовой аппарат называют, все правильно, Анастасия ответила, лижущим. У них лижущий ротовой аппарат. Очень кстати, когда на вас вы можете почувствовать, как именно увидеть, каким образом у них ротовой аппарат работает, они сразу же начинают обследовать то место, куда они сели, на наличие каких-то пищевых элементов. Ищут пищу, хотят все кушать. По типу питания данное млекопитающее является хищником, охотящимся на копытных, рыбоядным хищником, всеядным или травоядным. Такие вопросы есть и у девятого, и у десятого, и у одиннадцатого класса. Разница только в том, что немного разные виды черепов у нас представлены. Чтобы ответить на данный вопрос, нам нужно в первую очередь проанализировать ротовой аппарат, зубы, если быть точным, нашего черепа, нашего млекопитающего. Если хорошенько рассмотреть зубы, то мы можем увидеть, что у нас присутствуют жевательные перетирающие зубы, которые, в принципе, присутствуют у большинства травоядных животных для того, чтобы пережевывать растительную жесткую пищу, перетирать перетирающие зубы. С другой стороны, мы можем увидеть, что у нас есть клыки. И, скорее всего, данные клыки у нас могут идти как для защиты, как для самообороны для того, чтобы от кого-то защищаться, так и для того, чтобы, возможно, искать какие-то… искать пищу, например, какие-то коренья и так далее, для того, чтобы, например, рыть ими мягкий субстрат. Также посмотрите, если мы рассмотрим с вами резцы данного животного, передние зубы, то мы с вами увидим, что они достаточно острые и прекрасно бы подошли для того, чтобы разрывать животную пищу. По внешнему виду именно зубов мы можем увидеть, что перед нами череп кабана, если вы, допустим, еще не догадались. Это перед нами дикий кабан. А дикий кабан, как известно, является всеядным животным. И по виду именно зубов мы можем как раз-таки сделать данный вывод. Хозяином кошачьей двоустки не может являться представитель семейства карповых, отряда непарнокопытных, класса брюхоногих или семейства куньих. Кошачья двоустка в данном случае – это паразитирующий плоский червь, который у нас… Что значит хозяином? Но давайте вспоминать. У нас кошачья двоустка – это у нас паразитирующий плоский червь, который за свою жизнь меняет нескольких хозяев. Хозяином… промежуточных хозяев. Хозяином у нас является то, как сказать, то животное, в печени которого эта кошачья двоустка поселяется и начинает питаться за счет хозяина уже на постоянной основе, возможно, заражая его всевозможными очень нехорошими заболеваниями. Давайте-ка посмотрим, как же у нас выглядит жизненный цикл именно кошачьей двоустки. Вот, посмотрите, пожалуйста. Кошачья двоустка у нас меняет двоих промежуточных хозяев, как правило. Это брюхоногие моллюски и это рыбы, в которых поселяются кошачьи двоустки. То есть обязательный промежуточный хозяин – это рыба. Поэтому нам нужно животное, выбрать животное из списка, которое ни в коем случае, ни при каких условиях не питается рыбой. Класс брюхоногих моллюсков у нас является промежуточным хозяином, но хозяином он является хоть и промежуточным. Семейство карповых также является промежуточным хозяином. А кто у нас будет постоянным хозяином? Семейство куньи или отряд непарнокопытных животных? Человек, кстати, тоже может быть у нас постоянным хозяином для кошачьей двоустки, если человек будет употреблять рыбу, не прошедшую термическую обработку. Как вы знаете, у нас существует два вида термической обработки. Это либо глубокая заморозка, либо это у нас обработка с помощью высоких температур. То есть это варенье, тушение, либо приготовление на жарке хорошей. Соответственно, ну ни в коем случае непарнокопытной лошади, да, например, если в нашем случае мы будем говорить, они не питаются рыбой. Соответственно, они не могут быть хозяином кошачьей двоустки. Кстати, именно по поводу рыбы, так как сейчас на самом деле очень большой интерес у людей начинается к строгонине, начинается к роллам, к суше. Нужно обязательно, употребляя данные продукты, надо все-таки контролировать, прошла ли рыба обработку. То есть даже слабо соленая рыба, да, уж тем более, если у нас будет сильно соленая рыба, никакие паразиты, видимо, да, в виде там печеночных сосальщиков или в виде там кошачьих двоусток. Ну, то есть печеночный сосальщик, он к нам, конечно, через говядину попадает, но я имею в виду любой продукт, мясо или рыба, подвергшихся либо термической обработке, либо обработке с помощью соли, да, допустим, просаливается у нас рыба или мясо, ни в коем случае там даже не выживут вот такие подобные паразиты. Поэтому все, в первую очередь, врачи, да, призывают, ни в коем случае не ешьте сырые продукты, такие как мясо или рыба, даже если сейчас на данный момент это очень популярный вид, да, какого-то блюда, когда иногда нам предлагают, например, либо, да, суши с сырой рыбой, либо, если вы знаете, у нас существует такое блюдо, как бифштекс по-татарски, это сырое, сырой фарш, который специально обрабатывается, приправляется специями, и люди это едят, то есть это сырое мясо, ни в коем случае его есть нельзя, иначе есть риск просто подхватить паразитов. Так, структурно-функциональной делицей органа, представленного на гистологическом препарате, является ацинус, долька, нейрон или нефрон. Так, для начала нам надо с вами все-таки узнать, что же такое у нас вот эти вот слова, да, для кого-то они, возможно, будут, ну, таким непонятным, да, языком. Ацинус, долька, нефрон, ну, нейрон, я думаю, многим из вас все-таки знаком. Ацинус – это у нас единица какого-то органа. Например, да, у всех наших органов есть функциональные единицы. Я вам позже покажу, тут будет картиночка у нас ацинуса, да. Долька – это у нас достаточно анатомически разделенная часть органа, которую можно при грубом пульпическом осмотре выявить. То есть при прощупывании органа дольку мы можем, собственно, с вами прощупать руками, потому что орган как бы разделен на какие-то на фракции, на дольки, на части, да. Нейрон – это мы знаем с вами, это узкоспециализированная клетка, да, нервной системы, единица нервной системы. Ну и нефрон, он относится у нас к почкам. Это функциональная единица почки. Собственно, так, переключайся. Собственно, вот. Здесь у нас есть с вами микросъемка, микроскопия, да, ацинуса, в данном случае ацинус легкого, вот вы можете видеть в верхнем кружке, в серединке вы сможете увидеть дольку, да, почки, печени, печёночную дольку, и, наконец, в самом низу вы сможете увидеть нефрон. Это структурно как раз-таки функциональная единица почки. А перед нами на данной картинке, как, кстати, у нас Андрей абсолютно верно сказал, у нас находится нейрон. Вот данные картинки вам даются для чего у вас в данном олимпиаде, в школьном этапе 100% будут вот такие вот вопросы с внешним видом какой-то структуры, структурной единицей органа. И вы уже будете здесь знать, например, как выглядят у нас дольки печёночные. И именно при пульпации, при осмотре печени, при жёстком, как это сказать, при грубой анатомии, когда мы с вами осматриваем и прощупываем орган, мы с вами сможем эти дольки почувствовать. Кстати, самая распространённая долька у нас также является долькой молочной, долька молочной железы. И она точно так же прекрасно прощупывается. Так, правильный ответ у нас в данном случае будет В. На фотографии изображены перья. Какие-то перья? Маховые, рулевые, пуховые или нитевидные? Итак, у нас бывает несколько видов перьев. Соответственно, у птиц. У нас существуют маховые перья, они у нас находятся в крыльях. Они представляют из себя достаточно длинные и достаточно плотные перья, которые предназначены для того, чтобы птица взлетала. То есть держать птицу в полёте при планировании или же набирать высоту. Рулевое перо, как вы понимаете, оно у нас находится в хвосте. Это достаточно широкие перья, но точно так же, как и маховые перья, они очень плотные. Что значит плотные? Вот эти вот нити наших перьев, они плотно соединены друг с другом. Существуют у нас также ещё кроющие перья, они у нас расположены на теле птицы. И существуют ещё нитевидные перья. Нитевидные перья созданы для украшения. Чаще всего, особенно нитевидные перья мы можем видеть с вами, например, у райских птиц. Если мы их будем рассматривать, мы видим, что у них всевозможные такие перья для украшения всё-таки присутствуют. Плюс у нас есть пуховые перья, которые у нас созданы для того, чтобы птица была теплее. Пуховые перья у нас более нити вот этих перьев, они друг с другом не соединены. Между вот этими нитями пера у нас задерживается воздух тёплый, который, соответственно, создаёт такой эффект подушки тёплой, воздушной и креет, соответственно, нашу птицу. Самые известные для нас пуховые перья – это лебяжий пух, вы наверняка встречали в подушках, гусиный, утиный и, конечно, куриный пух, который вы чаще всего и встречаете. Вот такие перья, такого плана вы можете у себя увидеть в перьевых подушках. Это особенно в советское время были очень популярны именно пуховые подушки. Сейчас у нас есть подушки всё-таки больше синтетические. Раньше можно было такие перья прямо по дому увидеть, особенно... Ну что ж, глазное яблоко – это у нас орган зрения, который имеет диаметр 2,5 см примерно, сферической формы, то есть оно не полностью круглое. Ну и у нас в глазном яблоке существуют, соответственно, оболочки. В простонародье говорят, что у нас есть, соответственно, оболочка наружная, средняя и внутренняя, которые у нас также делятся на составляющие. Вот здесь мы можем увидеть как бы в разрезе глазное яблоко и, соответственно, глазное дно. А теперь нам надо с вами разобраться всё-таки, как данные у нас оболочки распределяются. Итак, самая первая наружная фиброзная оболочка у нас состоит из склеры. То есть склера у нас будет первой. Далее у нас идёт сосудистая оболочка. Далее у нас идёт пигментный слой, который обеспечивает питательными веществами фоторецепторы. То есть, как вы понимаете, это такой вот получается у нас слоёный пирог. Фоторецепторы – это у нас светочувствительные сенсоры, сенсорные нейроны, именно сетчатки глаза. Они у нас завершают нашу вот эту вот, наши оболочки. И уже они идут непосредственно к зрительному нерву. То есть правильный ответ в данном случае у нас будет B. Кто так ответил? Большие молодцы. У нас идёт сначала склера, потом сосудистая оболочка, пигментный слой и слой фоторецепторов. Выберите верное утверждение о форменных элементах крови человека. Все лейкоциты являются лимфоцитами, все лимфоциты являются лейкоцитами. Все форменные элементы крови человека лишены ядер. Все форменные элементы крови созревают в лимфоузлах. Что же такое эти форменные элементы крови? Что же это такое? Форменными элементами в нашем случае являются всего лишь два вида клеток крови. Это эритроциты, да, и это лейкоциты. А также сюда у нас будут входить и тромбоциты. Тромбоциты у нас являются фрагментами клеток. И они участвуют именно в свёртываемости. Так вот, какие утверждения о форменных элементах здесь верно? Все ли форменные элементы крови созревают в лимфоцитах? Если мы знаем, что сюда у нас относятся эритроциты и лимфоциты. Лимфоциты у нас в зависимости от вида лимфоцита. У нас есть Т-лимфоциты, у нас существуют Б-лимфоциты. Соответственно, они у нас образуются в разных местах. Но в основном Т-лимфоциты у нас в вилочной железе образуются. Но это также они в лимфоузлах у нас образуются. Так, далее. Все ли лейкоциты у нас являются лимфоцитами? Лимфоциты – это у нас клетки иммунной системы, которые представляют собой разновидность лейкоцитов. То есть, смотрите, зная это всё, мы не можем утверждать, что лейкоциты у нас являются лимфоцитами. Скорее наоборот, лимфоциты у нас являются лейкоцитами. Вот такой сложный вопрос, несмотря на то, что это всего лишь девятый класс. Правильный ответ в данном случае у нас будет Б. Все лимфоциты являются лейкоцитами. Выберите неверное утверждение о строении и функционировании дыхательной системы человека. В составе альвеол встречается не менее двух разных видов клеток. Одни участвуют в газообмене, вторые выделяют сурфактат. Уменьшение секреции сурфактата приводит к увеличению эластичности тяги лёгких. Бронхиальная непроходимость приводит к увеличению доли оксигенированного гемоглобина в крови. Бронхиальная азма связана с гиперактивацией воспалительных процессов. На самом деле в этом вопросе мы можем выехать чисто на логике. Мы можем не знать анатомию дыхательной системы, но при этом мы можем знать, как у нас организм работает. Всех у нас есть лёгкие, все мы можем чисто логически выехать на этом вопросе. Итак, если всё-таки мы будем говорить с вами про дыхательную систему. Соответственно, дыхательная система у нас состоит из носовой, из ртовой полости. У нас состоит из глотки, из трахеи, из бронхов, также из лёгких, которые представлены у нас альвеолами. В состав альвеол у нас входят три слоя клеток. У нас входят сюда респираторные клетки, которые, соответственно, у нас отвечают за газообмен. У нас входят сюда секреторные клетки, которые у нас отвечают за выработку сурфактата. Сурфактат – это у нас, соответственно, такое вещество, которое у нас выделяется секреторными клетками и образует тонкую плёнку и не даёт спадаться лёгким, слипаться. Очень часто при нарушении функционирования именно лёгких люди попадают в больницу за счёт того, что у них слипаются лёгкие. Вот вы знаете, есть такое даже заболевание, мы с этим даже иногда сталкиваемся. То есть, возможно, вы можете услышать, что у ваших друзей было что-то такое, что-то подобное. Это вот как раз-таки из-за того, что у нас в недостатке вырабатывается вот этот самый сурфактат. И далее у нас идут третий тип клеток – это лёгочные макрофаги, которые образуются из моноцитов крови. Вот. И значит, лёгкие у нас подвержены, лёгкие у нас на самом деле достаточно подвержены всевозможным заболеваниям со стороны, во-первых, внешних, можно сказать, агрессоров за счёт того, что у нас много загрязняющих вредных веществ попадает в лёгкие. За счёт там холодного воздуха, за счёт курения, которое очень часто бывает активным и пассивным, лёгкие очень сильно страдают. Объём наших лёгких, вы, наверное, знаете, является полторы тысячи миллилитров, полтора литра, да? При этом используем мы на постоянную основу только 500 миллилитров. Это объём нашего вдоха, да? Хотя, в принципе, объём лёгких – это у нас полтора литра воздуха. Так, что ещё хочется сказать? При воспалительных процессах, в дыхательных путях, причём этот воспалительный процесс может начаться в любой части дыхательной системы. Это может начаться у нас в трахе, это может у нас начаться в бронхах. У нас развивается так называемая бронхиальная непроходимость, или по-другому, не скажут вам в больнице, что у вас бронхиальная непроходимость. Обычно это говорят, что обструктивный бронхит. Соответственно, он может начаться в связи с курением, в первую очередь, активным и пассивным, при попадании вирусов у нас в организм, при бактериальных заболеваниях, именно лёгких, при лёгочных всевозможных нарушениях, при нарушении вентиляции, при накапливании мокроты в лёгких. Ну, то есть, на самом деле, тут достаточно много всевозможных причин, плюс это может быть следствием перенесённого заболевания вирусного. То есть, в процессе заболевания у нас может обструктивный бронхит не развиваться, но как побочный эффект переболевания каким-то, например, вирусом гриппа, либо каким-то риновирусом, у нас возникает данная особенность. При условии, что лёгкие у нас перестают функционировать как нужно, как следует. Вообще, бронхиты, бронхиальные астмы всевозможные и так далее, у нас приводят к тому, что у нас лёгкие перестают функционировать как следует. Соответственно, у нас понижается процент, как это сказать, насыщения кислородом крови. Соответственно, что может произойти нарушение оксигенирования крови. Вот что такое вот эта самая оксигенная, оксинигированная кровь? Это вот кровь, которая у нас насыщена, ну вот эти вот гемоглобин, который у нас насыщен кислородом. Ну и, соответственно, эта кровь у нас есть только в лёгких, то есть в лёгких, когда у нас кровь насыщается кислородом и выходит по артериям, разносить эту гемоглобин, идёт разносить эту кровь по организму, по тканям и по органам. Это насыщенная кислородом кровь. Что хочется сказать, что если у нас происходит нарушение функционирования лёгких, то ни в коем случае у нас не может увеличиваться процент гемоглобина, насыщенного кислородом. Или по-другому сказать, оксинигирование гемоглобина. Оксинигированный гемоглобин в крови у нас не образуется. Иначе бы у нас никто бронхит бы не лечил. Наоборот, бы все старались его вызвать, если бы в таком случае у нас объём крови увеличивался. Объём оксигенированной крови. Поэтому правильный ответ, как вы верно сказали, это В. Так, следующий вопрос. Человек способен распознавать пять различных вкусов. Выберите наиболее подходящее объяснение тому, что сильнее всего влияет на вкус, который человек почувствует при употреблении пищи. Это химическое строение молекулок, которые в большом количестве содержатся в употребляемом продукте. Это природное происхождение продукта, то есть из какого организма он получен, растение или животное. Суммарная концентрация всех высокомолекулярных веществ, которые присутствуют в продукте. Или вкус появляется только после приготовления блюда за счёт протекания особых химических реакций. Мне очень понравился этот вопрос ещё за счёт того, что у нас на данный момент присутствует именно пять различных вкусов. Скажу вам честно, когда я училась в школе, у меня была биология, анатомия. Мы всё-таки говорили про четыре вкуса. И наш язык разделялся на четыре зоны, которые вкусовые сосочки способны распознавать вкус. Сейчас их пять. Сможете ли вы сказать, что за пять вкусов? Ну, мне просто чисто интересно, ребята, это для меня. Да, я для себя спрашиваю вопрос, я думаю, что вы-то его знаете. Но для меня это было таким вот открытием, что у нас появился пятый вкус. Со всеми вами наверняка в начальной школе проводили тот самый эксперимент, когда на язык у нас капали из пипеточки капельку обычной воды на разные участки языка, и ребёнок говорил, какой он чувствует вкус сладкий, солёный, горький. Сейчас, в данный момент, на данный период времени, учёные говорят, что такого разделения, как всегда считалось, на языке нет. Что у нас вкусовые сосочки всё-таки больше в перемешку находятся, и у нас нет каких-то определённых зон на языке. Но до сих пор всё-таки в биологии принято разделять язык на зоны. Самое, кстати, интересное, если вы замечали, что вы говорите, что есть у нас горький, кислый, сладкий, солёный и острый вкус. Всё-таки острота, она является не столько языком, сколько в момент глотания мы вот как-то больше корнем языка, гортанью, вот эту остроту ощущаем. Плюс, что такое острота? Это просто у нас возбуждение всех вкусовых сосочков. То же самое, кстати, ребят, есть такая особенность, что если вы будете большое количество острой пищи употреблять, вот эти химические элементы, которые находятся в острой пище, они точно так же раздражают у нас всю, как это сказать, слизистую оболочку нашей пищеварительной системы. Это у нас будет и в желудке, это у нас будет и в кишечнике, ну и, соответственно, это будет очень негативно влиять. Плюс, как вы знаете, острые продукты, как жирные, у нас очень крайне негативно отражаются на поджелудочной железе. Потому что я знаю, что очень многие подростки любят всё-таки такую прям острую еду. Это так, лирическое отступление. Спасибо вам большое, что вы мне сказали про свой взгляд на продукты. Я бы тоже сказала, что у нас существует острый вкус, если бы я вот так вот рассуждала. На самом деле, посмотрите, пожалуйста. Вот так вот у нас на данный момент выглядят части языка, и у нас вот такие есть вкусы. Солёный, горький, сладкий, кислый и умами. Вот мне просто интересно, вы знаете, что такое умами? Я не знала, что такое умами, я честно скажу. Это пятый недавно, ну как бы относительно всё-таки давно, это пару лет уже он существует, открытый вкус, который к нам пришёл с Востока. Данный вкус пятый уже давным-давно существовал в Китае и в Японии, а к нам пришёл совсем, ну можно сказать, недавно относительно, пару лет. Как вы думаете, что это за вкус умами? У нас сейчас даже существует блюдо, которое называется умами. Несут в себе определённые вкусовые, ну да, помидор. На самом деле, когда ты начинаешь в анатомии вот этого, да, копаться, искать эти пятый вкус, пятый вкус, там не помидор. Это не помидор вызывает. Это как иногда. Да, ищешь какой-то вопрос для того, чтобы, да, вам рассказать про какую-то тему, да. Ищешь и натыкаешься на сайты, где люди пишут информацию и ощущение, что они людей вообще на картинке видели. Они неправильно описывают функционирование тех или иных органов, тканей и так далее. Ну, не совсем верно, да. Также здесь не совсем верно нарисовали вкус. Итак, солёное мы понимаем, да, солёное – это у нас самый кончик языка. Мы чувствуем солёность. Горечь мы чувствуем, как и остроту, как я, кстати, уже сказала. Мы чувствуем корнем языка и больше, да, гортанью. Сладкий вкус у нас, да, первая треть нашего языка. По бокам, да, боковые части языка у нас отвечают за кислый вкус. И, наконец-то, весь язык у нас отвечает за вкус умами. Что же такое умами? Умами. Умами, с одной стороны, считается, что это пряный вкус, это вкус пряностей. С другой стороны, считается, что умами, именно вот это, это анатомическое значение. Умами – это вкус продуктов, которые богаты белком и аминокислотами. То есть это мясной вкус. Либо же, с другой стороны, в современном мире умами называют вкус продукта, который с лихвой приправлен глютаматом натрия. Вот сейчас это, да, такая ещё есть поправочка. То есть вы понимаете, да? То есть помидоры здесь вообще очень зря нарисованы, да? Итак, теперь узнали мы этих самых пять вкусов, а теперь мы с вами должны всё-таки понять, да? Как же мы чувствуем вот эти вот вкусы еды, за счёт чего? За счёт того, что у нас пищу приготовили, там, да, добавили специи, пища стала пряной, мы её чувствуем, да? Или, может быть, за счёт того, что у нас суммарно, допустим, продукт какой-то, да, как сказать, какая-то еда более кислая, чем более сладкая, да? То есть у нас концентрация вот этих вкусов, присутствующих в продукте. Или это природное происхождение продукта, это растение или животное, животная пища. Что это такое? Сейчас существует такое понятие, как молекулярная кухня. Может быть, вы слышали про это. Это продукты питания, которые у нас, ну, то есть имеют форму, например, вид желе, но при этом обладают всеми ароматами и вкусом продуктов. При этом, что туда у нас практически не добавляют никакой химии. Всё дело в том, что берут именно молекулы какого-то определённого продукта и вводят его вот в это самое желе. То есть вкус мы ощущаем языком за счёт химического строения молекул, которые у нас находятся в той или иной пище. То есть правильный ответ в нашем случае – это будет А. Но на самом деле, ребята, чисто для интереса. Мы чувствуем вкусы и чувствуем вкус пищи не только языком. Здесь у нас вообще весь ротовой аппарат участвует в, вся, как сказать, вся носоглотка, можно так сказать, участвует в опознавании пищи за счёт вкуса. Во-первых, это текстура. Мы с вами понимаем, что мы едим что-то волокнистое или что-то мягкое, подобное на желе. Здесь у нас очень сильно влияют запахи на вот это вкусопередачу. Попробуйте зажать нос и что-то съесть. Вы иногда, иной раз бывает так, что вы не можете осознать, что вы едите, что за продукт вы употребляете. Люди, которые переболевали разными респираторными заболеваниями с полным отсутствием обоняния, когда обоняние, к сожалению, уходило, не могли понять, что они едят за счёт того, что как раз-таки молекулы еды, которые у нас ещё и в виде запаха едут, да, и в виде вкуса, вот они все у нас участвуют в опознавании того или иного вкуса продукта. Продолжение следует...